Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. Сегодня, отталкиваясь от текста Евангелия от Луки, 5 глава, 15-16 стих, мы рассмотрим следующий вопрос. Почему Христос удалялся в пустынные места для молитвы, когда народ стекался к Нему? Давайте прежде всего прочитаем этот отрывок Евангелия от Луки, 5 глава, 15-16 стих. Но тем более распространялась молва о Нем, и великое множество народа стекалось к Нему слушать и врачеваться у Него от болезней своих. Но Он уходил в пустынные места и молился. По правилу тихония, это правило о Господе и о Его теле, Христос являл нам пример подлинной человеческой жизни. И некоторые случаи из Его жизни мы должны воспринимать через это правило. Ефимий Зигабен пишет «Ведь и нам нужно, если мы в чем-то преуспели, убегать, чтобы не хвалили нас люди, и молиться, дабы охранено было у нас дарование». То есть дарование то или иное, можно его и потерять, если человек не бегает тщеславия и людского прославления. Мы должны любой дар совершенный приписывать Богу, который является источником всякого совершенства. Давайте посмотрим, что по этому же вопросу пишет Иоанн Златоуст. Святитель Иоанн Златоуст пишет «И Господь показал старшинство этой заповеди, то есть заповеди об уединенной молитве, пред другими тем, что, удаляясь из городов, селений и от собственных учеников, оставался ради молитвы в пустынных местах, чтобы за пределами шума и человеческого смятения в тишине заниматься ею, то есть молитвою, с полным одушевлением, вместе с тем, научая нас, что благовествующему это царство нужно избирать пустынные места, совершая это уединение». То есть молитвенные подвиги мы не совершаем напоказ и не считаем молитвенную нашу деятельность подвигами, тем более. Это все по заповеди Господней совершается, когда мы в одиночестве преклоняем колени перед Богом. А какими словами Господь дал нам эту заповедь? Это Евангелие от Матфея, 6 глава, 5 стих. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаться, молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». То есть мы не ищем награды от людей, прославления от людей, в том числе и по той причине, что человеческое прославление, оно очень переменчивое. И те, которые сегодня прославляют кого-либо из нас, завтра они будут подвергать нас гонениям. Как толпа, которая приветствовала Христа, когда он входил в святой город Иерусалим, и они кричали «Осану, сыну Давидову!». И прошло всего несколько дней, и эта же толпа кричала «Распни, распни, распни его!». Поэтому, выстраивая личные отношения с Богом, а это прежде всего молитва, мы уединяемся для такого состояния, чтобы это был тихий, спокойный диалог между нами и Творцом. Конечно, это не исключает общественной молитвы и ее значимости, когда двое или трое соглашаются о чем-то просить Бога. Но в то же время это великая цена этой молитвы, когда мы молимся в одиночестве так, чтобы пресечь любой повод для нашего прославления или восхваления. И такие действия Господа Иисуса Христа именно этому нас и научают. Друзья, подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах на портале «Экзегет». И берегите себя. С Богом! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!